Добрый день! Сегодня у нас в студии в гостях заместитель председателя правительства Ульяновской области по экономическим вопросам Олег Владимирович Асмус. И президент и основатель компании Strategy Partners Group Идрисов Александр Борисович. Ну и соответственно темой нашего разговора будет документ под названием стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, который был принят постановлением областного правительства 13 июля прошлого года. А начнем наверное с того, что Олег Владимирович, в двух словах, чтобы было понятно зрителям, что это за документ и для чего он нужен. Ну в данном случае я предпочитаю рассуждать не о именно этом документе. Каждый регион определяет свой вектор развития. Мы приняли данный документ, наметили, что мы хотим. Сегодня, нынешнее время, оно требует каких-то определенных переосмыслений, корректив и так далее. Вся страна, вы видите, сегодня на всех площадках обсуждает стратегию развития России до 2030 года, отдельные ее какие-то аспекты. При президенте создан специальный экспертный совет по вопросам стратегического развития и так далее. То есть мы сегодня в регионе тоже приступили к обсуждению этих стратегических документов, программ и так далее. Наверное, многие наши слушатели и зрители знают, что Ульяновская область один из немногих субъектов России, которые имеют полностью законченный цикл этих документов, начиная от муниципальных образований, заканчивая стратегиями всех отраслей, которые сегодня существуют в регионе. То есть формальная сторона вопроса у нас закрыта. Вопрос в другом. А какое качество этих документов, какие они дают эффекты и так далее. Поэтому мы сегодня очень плотно сотрудничаем с компанией стратегии по вот этим вопросам, для того, чтобы максимально эффективно в нынешних условиях Ульяновской области могла развиваться. Поэтому этот документ необходим. Понятно, что вот я на своей шкуре, скажем так, ощущаю, когда приходится встречаться там с людьми, с каким-то профессиональным сообществом. Ну что вот нам рассказывается про 30-й год, зачем нам это слушать, нам неинтересно, нам сегодня надо и так далее. Я всегда начинаю приводить разумные какие-то такие аргументы людям. Они сразу успокаиваются и понимают, что действительно это так. Ну то есть условно, сегодня любой агроном знает прекрасно, что у него будет на этом поле посажено в 2025 году. Если он не знает это, то он не агроном. Потому что минимальный там условно семипольный севоборот, он должен заставлять человека планировать как минимум на 7 лет вперед. То есть он четко должен понимать, что после свеклы пойдет там другая культура и так далее, и так далее. А что говорить про в целом комплексное развитие там территории. Поэтому это важно знать, тем более на дворе уже фактически середина 2016 года. Хорошо. А теперь, да, теперь я позвольте небольшой уточняющий вопрос. А стратегия принята, принята, подписана, одобрена год назад. А насколько ульямовская стратегия живой и изменяющийся документ? Что-то в ней поменялось за истекший год? Возможно, какие-то цели, какие-то индикативные показатели? Я сугубо как управленец, как человек, который там долгие годы возглавлял Министерство экономического развития, считаю, что это живой документ и действительно позволяющий нам работать. Я не знаю, у кого какие будут мнения, но я в своей работе всегда руководствовался этим документом. Объясню просто на простых каких-то вещах. Там прописан приоритет, там прописаны целевые показатели. Наличие этого документа мне всегда позволяло каждый год планировать очень четко и осознанно, какие отрасли должны каких показателей добиваться, какие муниципальные образования, какие задачи перед ним ставить, как формировать бюджет, как определять приоритет. То есть стратегия позволяет пронизывать от начала до конца все наши программные документы. Вот просто приведу какой-то простой пример, маленький, программа развития предпринимательства. Когда мы определили в Ульяновской области, что сегодня у нас в приоритете предпринимательства является не вот то-то, а вот это, ну там не знаю, развитие пищевой перерабатывающей промышленности, это приоритет. А там допустим стимулирование торговли, да, важно, но это не приоритет. И сегодня предприниматель, который рассчитывает на государственные деньги в сфере одной и в сфере другой, одинаковый бизнес, одинаковая окупаемость, но мы говорим, для Ульяновской области приоритет второе. Шансов получить средства у тебя больше. И так вот в каждой сфере, в каждой отрасли стратегия, она позволяет наличие, значит, соответствия цельным задачам стратегии, она позволяет выстраивать нужный вектор в ту сторону, в которую, в принципе, область выбрала для себя. Спасибо. А теперь, позвольте, я перейду к Александру Аборисовичу. Александр Аборисович, знаю, что ваша компания разрабатывала стратегию развития нашего областного центра, а насколько хорошо, а вы знакомы со стратегией развития региона в целом? Ну, конечно, нельзя разработать стратегию для города, а не понимание стратегии области. И вот, как было правильно сказано уже, что самая важная стратегия, это действительно живой документ. Сегодня не бывает, учитывая то, что изменения в мире происходят так быстро, и они так сильно сказываются на нашей с вами жизни, стратегия всегда живой документ. Но есть важные очень положения стратегии, которые, как правило, не меняются длительный период времени. Это ключевые приоритеты, которые вы определяете как магистральные направления развития. И вот это очень важно, что если нет стратегического документа, перейти к операциям ежедневным очень сложно по одной причине. У вас никогда нет достаточно ресурсов. Нет, даже в самые лучшие, как говорят, жирные времена, сытые времена, не было достаточно ресурсов, а сегодня тем более. Администрация вынуждена работать в условиях ограниченных ресурсов. Когда ты работаешь в условиях ограниченных ресурсов, ты вынужден от чего-то отказываться, а что-то ставить во главу угла и, соответственно, концентрировать свои усилия на этом. А вот скажите, скажите, пожалуйста, является ли такого рода стратегии обязательным программам, документам для всех субъектов? Абсолютно. Есть закон о государственном стратегическом планировании и в рамках этого закона определен весь набор документов и стратегии это обязательный документ. А знакомы ли вы с аналогичными документами других регионов? Более того, я не просто знаком с других регионов, меня регулярно приглашают другие страны на обсуждение таких документов. Мы обязательно изучаем эти документы, это, в общем-то, обязательная практика для нас, иначе мы не могли разрабатывать эти документы сегодня. А как стратегии развития Ульяновской области выглядят на фоне других, а похожих стратегий? Ульяновской области толще, да. Но в действительности это, конечно, шутка, но принципиальных, больших различий нет. Есть различия в содержании. Мы находимся в определенной рыночной ситуации, мы находимся в определенной геополитической ситуации, мы находимся в определенной ситуации с точки зрения уровня развития страны, мы находимся в определенной фазе. И, соответственно, более того, мы стоим перед большим выбором еще, куда страна будет развиваться. Этого же выбора пока нет, не заявлено. И это все накладывает определенные ограничения и, соответственно, какие-то акценты на те стратегические документы, которые мы разрабатываем. Этим отличается наш документ. Вот впервые в России мы надеемся, что появится документ стратегический, долгосрочный. И это существенно облегчит жизнь всем регионам, потому что сейчас это одна из таких проблем больших. Но вот сейчас, как уже было сказано, такая работа ведется. Несколькими центрами интеллектуальными в России они спорят между собой. Это очень позитивный процесс, кстати, никогда этого не было раньше. Как, на Ваш взгляд, было бы более верным, стратегия развития страны должна основываться на отдельных стратегиях развития регионов или же наоборот? Сначала нам, по-моему, надо разработать общую федеральную стратегию, потом, отталкиваясь от нее, каждый субъект уже строил свое. Но, естественно, стратегия страны обязательно учитывает регионы с точки зрения тех ресурсов, которые именно располагают, с точки зрения той инфраструктуры, которая у нас есть в стране, с точки зрения тех людей, которые живут, и как они живут, и где живут. Вы не можете разрабатывать стратегию страны, не принимая этого внимания. Но стратегия страны все-таки это более высокого порядка документ, который говорит о роли и месте России на глобальном рынке. И он должен определять то, каким образом страна будет конкурировать с другими странами. А регионы конкурируют с другими регионами, как в России, так и за рубежом. Условно говоря, Ульяновская область конкурирует с турецкими областями, которые производят автомобильные компоненты сегодня. И вот это вот и не только с российскими. Соответственно, с Белоруссией конкурирует по IT-сектору, к примеру, сегодня. Ясно, ясно. Смотрите, насколько вижу, часика через два начнется о коллегии блока развития правительства Ульяновской области. И в ее расписании о первом значится именно ваш доклад, который называется «О перспективах экономического развития Ульяновской области в контексте развития экономики России». О чем вы будете говорить? Ну, в действительности, несмотря на все сложности в экономике России, мы, если посмотрим внимательно на всю структуру экономики в региональном разрезе, мы увидим с вами, что есть регионы успешные, и есть регионы несчастные. Я обычно говорю очень просто. Есть регионы, которым повезло с губернатором, которым не повезло. У нас в действительности определяется именно так успех регионов. К сожалению, роль личности действительно высока. Поэтому она у нас, в общем, и недооценена роль личности, честно говоря. Это очень важнейший кадровый вопрос. Есть такие регионы, как мне в одном регионе сказали, она вот уже несколько раз не повезла, уже пятый раз. То есть, вот такой несчастный регион, не буду его называть, неэтично будет. Но вот так подошли, люди говорят, вы знаете. То есть, есть несчастные счастливые. Вот счастливые, кому повезло с губернатором. Судя по тому, что Ульяновская область вошла в пятерку лидеров регионов с точки зрения привлечения инвестиций, развития предпринимательства, то вам все-таки повезло. То есть, если сравниться всей России. И несмотря на то, что мы видим спад экономический в стране, несколько регионов России, в том числе Татарстан, Ульяновская область, Калужская область, даже несмотря на большой удар по автопрому, они умудряются поддерживать положительный прирост экономики. И это невероятно на фоне таких сложностей, которые у нас с вами. И эмбарго, и упадение цен на нефть, которая ударила по экономике. Сотрудничество с инвесторами, по сути дела. То есть, деньги, удорожание капитала, доступа к финансированию нет в стране. То есть, при столь таких сложных обстоятельствах регион все равно пытается что-то сделать. И вот здесь важный момент. А может ли регион в контексте сложной такой турбулентной ситуации в экономике что-то делать? Цель стратегии всегда, самая важная цель стратегии, это выиграть в конкурентной борьбе за три ресурса. Регион выигрывает. Первое, это за капитал. Второе, это выиграть за инвестиции. То есть, за капитал, за инвестиции. Второе, и даже на первом месте я бы поставил, за талантливых людей, чтобы они не уехали из региона, здесь остались. И третье, это за внимание федерального центра. То есть, потому что так у нас устроена вся система межбюджетных отношений, что хотим мы этого или нет, нужно правильно выбивать деньги из центра. И если регион правильно сконцентрирован на решении этих трех задач, и даже в контексте того, что происходит негативное вокруг нас, умудряется вырвать свою долю капитала, сделать так, чтобы молодежь массово не выезжала из региона, находила здесь себе применение и интересную работу, и, соответственно, по крайней мере, при всех сложностях. Понятно, что у нас города крупнейшие, такие Москва, Петербург, оттягивают людей. Но, судя даже по статистике, если даже посмотреть, у вас намного лучше ситуация, чем в других регионах. А скажите, пожалуйста, а что в таком случае, на ваш взгляд, в современных условиях больше всего угрожает развитию, в первую очередь, экономическому развитию нашей области? Ну, в первую очередь, развитию области угрожает, если посмотреть, угрожает развитие экономики России. То есть, то, что сегодня у нас продолжается падение, продолжается падение розничной торговли. Есть несколько индикаторов очень простых. Для людей, которые не обременены экономическими знаниями, лучше пользоваться ими. И, в общем, это будет точное представление. Посмотрите всегда в прессе, найдите три цифры. Что происходит с срочной торговлей в этом месяце, что происходит с продажей автомобилей, и что происходит с недвижимостью. Соответственно, к сожалению, по всем трем пунктам у нас до сих пор продолжается спад. И это довольно серьезный вызов, потому что, на мой взгляд, даже федеральное правительство недооценивает риски происходящего. И регион попадает в более сложную ситуацию. Гарантировать в таких условиях, что регион будет расти, а вся страна будет падать, невозможно. Мы понимаем, что это огромная проблема, сохранение рабочих мест. Строительные компании, несколько тысяч компаний, не подкротится в этом году. Просто потому, что нет спроса на жилье. Что нет денег у населения. И в действительности, к сожалению, на мой взгляд, на федеральном уровне недостаточно предпринимается меру, усилий для того, чтобы запустить вот эти механизмы экономики, стимулировать спрос. Но как-то все это происходит очень медленно, долго обсуждается, но реальные меры не принимаются. Может, мы думаем, что пройдет само. Есть риск большой, что само не пройдет. Это точно. И вот здесь перед регионом совершенно серьезный вызов. Он, как в противовес тому, что происходит вокруг, умудрится создать оазис. Я могу сказать, что это невозможно в долгосрочной перспективе. Но в среднесрочной, краткосрочной можно существенно смягчить удар. И мне кажется, вот в этом является сегодня самая главная роль и задача стратегии области. Смягчить удар на территории области. Это значит против ветра привлекать инвесторов. Это значит улучшать условия для людей, которые готовы открыть свой бизнес и всячески им помогать. Понятно, что денег в бюджете нет. Но, по крайней мере, не мешать ему создавать такие условия, чтобы они шли и брали на себя риски. Они пытались сами себя спасать. И делать так, чтобы люди отсюда не уезжали. Олег Владимирович, вот скажите, а неужели на данный момент на региональном уровне, вот с тремя основными показателями, а у нас все на самом деле так ужасно, как сказал Александр Борисович. То есть, уроничная торговля, недвижимость и автомобиль. Нет, ну понятно, что общая конъюнктура-то похожая. Общая, да. Ну вот, а на сколько? Спад продаж и сложности на рынках и так далее. Но мы здесь в регионе-то должны оперировать как бы несколько другими, может быть, показателями смежными. Вопреки общей российской тенденции мы продолжаем сдавать квадратные метры жилья больше, чем сдавали в Советском Союзе и так далее. Понятно, что это тоже, правильно я вам скажу, не может быть в длительной перспективе. Вот категорически, вот на 100% согласен с каждым этим словом. Мы это прекрасно понимали, и благодаря их совету мы это прекрасно понимали. Мы свою строительную индустрию в жирные годы разогнали до такой степени, что мы поднимаем сейчас цифры не в 90-е годы, не в 80-е, а то мы столько не сдавали. Но когда сложности у людей с деньгами, понятно, мы разогнали, мы можем их изогнать строители в этот же самый капкан. То есть настроили полно, продавать кому? Действительно, это есть проблема. Благодаря принятым решениям губернатора, это и льготная ипотека для наших бюджетников, а их 30% населения региона. Это льготная ипотека для приоритетных отраслей, таких как авиастарый и авиационный комплекс, смежные предприятия. А это где-то процентов 10 экономики. Это порядка 12 тысяч населения, которые вращаются вокруг этого авиационного комплекса, так или иначе, смежных предприятий. Плюс возможности для молодого населения, социальное жилье и так далее. То есть мы каким-то образом на протяжении сложных 3-4 лет это дело поддерживаем. И сегодня, и в этом году мы, скорее всего, побьем рекорд. Понятно, что если еще года 3-4 ситуацию не поменять кардинально на уровне России, то будет тяжело. Но для этого, правильно сказано было, для этого мы здесь в конце концов и сидим, для того, чтобы принимать эти решения, смягчающие все эти вещи. Вы видите, мы как можем региональную власть, даже с учетом бешеной критики, которая вложится в частности на моего коллегу Сашу Чепухину, мы у вас наш поддерживаем. И рекламировать уже даже стало правительство. Видели, если больше? Даже замгубернатора, первый зампредседателя правительства лично рекламирует наши автомобили для того, чтобы стимулировать это производство. Мы вынуждены эти шаги предпринимать. Мы и датируем, и так далее. Ну, еще важный момент, что не теряются отношения с инвесторами. Несмотря на испорченную геополитическую ситуацию, то есть сложную, очень важно, что область целенаправленно работает с инвесторами. Потому что это главный приоритет сегодня. Создание рабочих мест – самый главный приоритет. Нет ничего важнее. Создание рабочих мест, все остальное вторично. Если люди будут иметь работу оплаченную, значит, они могут прокормить свои семьи, могут пойти в магазин купить покупки, могут купить автомобили и жилье впоследствии. То есть, ну, вот это вот очень важно, что область нацелена на привлечение инвестиций, и непосредственно роль губернатора очень высока в этом. Он лично работает с инвесторами, он лично их убеждает, и этим вызывает доверие. Вот я разговаривал с некоторыми инвесторами, они говорят, почему мы выбираем Ульяновскую область. Потому что лично губернатор не сидит, как бомза наверху на троне, к нему приводит кого-то, и он там снизойдет и скажет, ну, ладно, работайте. А там внизу еще соберется куча народа, который скажет, а ты нам еще садик построи, да проведи еще трубопровод. В общем, инвестор всем должен получать. Инвестор убегает, а здесь он получает все-таки поддержку. Это очень важный момент, он получает поддержку от первого лица. Это очень важный сигнал. Если первое лицо настроено на привлечение инвестиций, то и, соответственно, другие будут смотреть на это позитивно. И вот, несмотря на геополитическую ситуацию, сохранить отношения с инвесторами до того момента, она же не будет вечной тоже. Как-то же она разрядится, надеюсь, что мы все-таки в здравом умении начнется более... То есть, хуже не будет, надеемся, чем сегодня. Но нужно поддерживать эти отношения, держать их теплыми, и они все готовы инвестировать. Они пойдут туда, в первую очередь, когда снова откроется дверь. Они пойдут туда, где их ждали, где они знают точно, что их ждали, и это важный момент. Хорошо. Значит, свои возможности, возможности регионального уровня в свете поддержки, в свете развития экономики мы используем на все 100%. А насколько полно мы используем возможности федеральной поддержки, возможности федерального бюджета, каких-то федеральных программ? Ну, область как инициаторы во многих. Я думаю, здесь вы можете лучше расскажите, но я скажу только одно, что это есть тоже одна проблема. Вот этот пирог федеральный, он сжимается более быстрыми темпами, чем нам хотелось бы. И вот этот расчет, что мы сможем из федерального центра выбить, понятно, что хотелось бы выбить все, что только можно, но то, что происходит в целом в экономике страны, приводит нас к выводу простому. Скорее всего, сильно рассчитывать на федеральный центр нельзя. Нужно рассчитывать на свои силы. Ну, наверное, как бы неправильно было говорить, что мы там все свои возможности используем на 100%. Да, смысл-то вот щеки надувась, говорит, мы красавцы, там все добились, все мы там. Понятно, что даже если мы посмотрим там уровень развития наших отдельных муниципальных образований или там на показатели привлечения инвестиций по району, то есть примерно одинаковые по всем условиям района, а объем привлеченных инвестиций отличается, ну ладно, в два раза, это условия, это какие-то нюансы, это какая-то отраслевая, ну просто открылась предприятие, а есть в 15-20 раз. Это говорит о явных провалах в территориальном срезе, поэтому здесь есть где еще как бы развиваться, поэтому я думаю, что мы свои возможности используем процентов на 60, а процентов в 40 нам еще есть где работать, и есть понимание каких-то доп. резервов, слабых сторон и так далее. Если говорить о работе с федеральным центром, я вам приведу простую цифру. Первых три года губернатор, когда возглавил Ульяновскую область, и нынешние три года, объем привлеченных федеральных средств вырос в 15 раз. Не в раз, не в два, не в три, в 15 раз. Это говорит о том, что научились мы участвовать и в государственных программах, и в федеральных, и в адресных, и во всех других. Мы правильно совершенно, Сан Борисович сказал, понимаем, что, наверное, мы используем процент на 90 возможности участия в государственных программах с точки зрения бюджета. Я вот это оцениваю, просто мое мнение. Процентов на 90, где-то еще процентов 10 мы можем там поучаствовать. Понятно, что мы не можем участвовать в программах в Сибири, в Востоке или еще каких-то вещах. Да, где можем, там участвуем, забирай. Но губернатор нас настраивает сейчас на другие вещи. Ребят, бюджет, конечно, федеральный, это хорошо, но очень много где есть у государственных корпораций, у банков, у, там, я не знаю, у различных источников есть свои проекты, есть свои программы. Да, там, скажем так, получить частные средства и заинтересовать гораздо тяжелее, чем поучаствовать в федеральной программе, где условия там четко прописаны. Пишешь программу, условия соблюдаешь, готовишь документацию, пришел, тебя не услышали, ты где-то через губернатор нажаловался на федерального начальника и продавил. Как бы, ну, понятна схема, а когда ты непосредственно к конкретному инвестору приходишь, да, то и он свои деньги, как бы личные, здесь несколько посложнее. Вот здесь мы видим тоже очень серьезный резерв. Здорово мы выросли так же. Просто я сам веду эту статистику, вот просто вот как бы, учитывая, я знаю, что говорю, я за каждую цифру могу отвечать. Мы здорово выросли, объем привлеченных средств от государственных корпораций у нас вырос в 25 раз, еще больше. Но там резервов много. И меценатских, и государственных там каких-то корпораций, там резервов достаточно много. Вот мы у себя в регионе видим именно там дополнительную струю участия. Прописана ли работа с вот этими резервами в стратегии развития области? Это прописано не просто. Я вам даже скажу, есть внутренняя документация, где за каждым министром, членом правительства с закрепленным участием. И губернаторам раз в месяц жестко отслеживается. Я лично готовлю ему эту записку, где кто как поработал. И по шее от губернатора мы получаем очень неплохо. Ясно, ясно. И все-таки, возвращаясь к нашей стратеге, есть ли в ней какая-нибудь изюминка, а нечто яркое, что все-таки отличало бы ее от других документов? Ну, есть, есть, нет, а нет. Вы знаете, стратегия отличается не тем, что там одна какая-нибудь изюминка, потому что такую же изюминку сразу же копируют соседи. Вот это большая иллюзия. Нет ничего в государственном управлении, что нельзя украсть, как говорят специалисты, и подсмотреть. В отличие от корпораций, где они могут свои корпоративные секреты держать, государства и регионы не могут эти секреты держать. Они делают их публичными. И они рассказывают про свой опыт, свою практику, потому что они политически вынуждены это делать, раскрываться. И сразу. Самое важное, какой выбор был сделан. Вот важное достижение стратегии, что выбор был сделан в сторону диверсификации экономики в новой технологии. Вот развитие инновационного предпринимательства на территории. И фокус на том, что пытаться создать и новый университет здесь, и соответственно новую базу образовательную. И вот поднять молодежь действительно стратегии на это движение. Привлечь сюда высокотехнологические компании, чтобы эти производства были интересны для людей. Чтобы люди, потому что ходят на работу не только, чтобы зарабатывать деньги. Мы забыли за эти годы, что это было всегда так. Люди живут на работе третьей своей жизни. И это третье, это возможности для самореализации в первую очередь. Поэтому нужна интересная работа. Вот это очень важно, что сейчас в стратегии есть фокус на новые технологии, на инновационное предпринимательство, соответственно, привлечение стратегических инверсторов и высокотехнологических. Это, мне кажется, самое важное. Понятно, что другие регионы тоже пытаются сделать. Вот здесь, кто выигрывает в этой борьбе, это конкуренция. А вот секретные нюансы уже, но это другая история. Они закрыты внутри администрации. Жаль, жаль. Не будем выдавать их соседним регионам. И это правильно. Наверное, спасибо, но у меня остался еще один вопрос и к вам, а и к вам. Это мой любимый вопрос, наверное, за последние несколько дней. Я его сдаю и федеральным чиновникам, и своим. Два с половиной года, а год назад, на нас обрушилась первая волна санкций. Примерно тогда же мы в отчетной раз, но уже более акцентированно объявили о том, что страна берет курс на импортозамещение. Как далеко, на ваш взгляд, на этом пути, на пути импортозамещения, мы за два с половиной года продвинулись? Наверное, сначала, Александр Аборисович. Но на федеральном центре есть несколько успешных в действительности решений. Первое, впервые за всю историю, никогда этого не было в истории, крупные компании типа Газпрома, Роснефть и еще объявили, наконец, о том, что они собираются закупать. Это всегда было секретом, не столь даже секретом, никогда нельзя было прийти и узнать, что они там закупают. Да, теперь это открыто, они встречаются с руководством регионов, они собирают предприятия, они выписывают, открывают свои эти возможности и предлагают поучаствовать в этих тендерах. Это первое. Второе, в России создан фонд развития промышленности, который, ну, мое мнение, это единственный за всю историю существования новой России успешный институт развития. Проекты, которые они профинансировали, и набор проектов в объеме, не в денежном, потому что денег ограниченный ресурс у них, там 20 миллиардов, сейчас опять они получили, по-моему, 20 миллиардов, это капля в море для России. Но в действительности это очень сильный стимул оказался для предприятий, потому что они вообще не имели доступа к финансированию. Сейчас вот появился вот такой вот новый инструмент, который работает. Безусловно, структурные изменения в экономике не могут произойти за один или даже два года. Это нужно 5-10 лет. Поэтому то, что в правильном направлении движется, и кризис здесь помог, объективно помог. То есть, объективно помог, что в принципе начали говорить о том, что оказывается производить это в общем важная задача. То есть, раньше просто, как вы знаете, подвергалась сомнению в принципе, что производство нужно. Я помню, как некоторые экономисты российские говорили, что мы должны исключительно продавать сырье, раз уж Бог нам дал сырье с одной стороны, а с другой стороны оказывать услуги, потому что вся экономика становится постиндустриальной. Но это была великая ошибка просто, непонимание, что просто промышленность стала другой, постиндустриальной. А если вы убираете промышленность, то исчезает все. Да, вот сейчас вроде понимание это есть, есть консенсус, вот в этом смысле есть консенсус у всех групп интеллектуальных, включая Кудрина и соответственно там и Титова, и кого-то там, кто не спорит, то всех в действительности в этом консенсус есть. Там больше общего, чем разногласия сейчас. Это важно. Спасибо. Я бы просто несколько примеров привел, да, полностью, 100% согласен со всеми словами. Но мы вот, и я лично думал, и многие думали, что уж более мертвые отрасли, чем текстильные там, швейные промышленности и не придумаешь, да. Даже она пошла вверх, и я вот лично общался с несколькими предпринимателями. Да, есть перегиби, есть косяки, не так поддерживается, хотелось бы там другого, упущенное производство, там начинает ниток и заканчивая еще чем-то, оно где-то там, где бы то ни было. Но то, что сегодня очень многие подняли голову, даже эти производители, это уже как бы не может не радовать. И второе, то, что меня лично просто радует. Я даже никогда бы не задумывался в своей жизни, значит, что мои там некоторые знакомые, там, с кем мы учились и так далее, у одного бизнес в Китае был, оказывается, у другого там еще где-то, треть, они все приходят и говорят, слушай, а где вот здесь, подскажи просто, вот как подскажи, куда можно там ломануться, прийти, там, кого спросить совет. Не хотим, хотим сюда вернуть. По разным причинам, начиная с дорогого курса и заканчивая еще какими-то вещами. Вот это для меня как бы индикатор. То есть, совершенно средние, мелкие предприниматели, которые подпитывали экономику других стран, они просто, по моим ощущениям, валом начинают возвращаться, пусть 10 рабочих мест, 5, каждый из них, но это в сумме дает очень серьезное. Вот на мой взгляд, это как бы важнее любых там фраз об импортозамещении. Вот по ощущениям я как бы как-то вот позитивно настроен. Общий настрой ясен. Общая тема ясна. Если есть что добавить. Да нет, все. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.